Привет, друзья! С вами Георгий Романов с сайта grphotography.ru Я занимаюсь фотографией, видеографией, я еще путешественник и тревел-журналист, но еще и блогер, а также фильммейкер. Ух, сколько всего наговорил! И в рамках данного ролика я вам расскажу о этой коробочке, которая изменила мое отношение во всех этих смыслах к файловой системе, к хранению файлов и работе с файлами в том числе. Вот эта вот коробочка называется Western Digital My Passport SSD. Это, наверное, самый дорогой жесткий диск подобного рода. Ну, не знаю, возможно, есть что-то еще дороже, но это самый дорогой потребительский жесткий диск абсолютно точно. Версия 512 гигабайт на момент записи этого ролика, он не обошелся аж целых 20 тысяч рублей. Тут, наверное, стоит сказать, кому нужен этот жесткий диск, кому он может быть интересен. В первую очередь, я его купил для того, чтобы работать с iPad. Да, именно iPad стал той самой движущей силой, которая заставила меня купить данный жесткий диск. Но я еще хочу рассказать о том, чем может быть полезен этот жесткий диск людям, у которых нет iPad или iPhone. В общем, у кого обычный компьютер, либо планшет. И вот в данном случае начнем именно с самых простых функций. Это подключение. Вот у меня здесь есть Windows планшет. Это может быть и Windows компьютер. Не суть как важно. Как его можно подключить? Во-первых, этот жесткий диск можно подключить напрямую. То есть, если у нас есть обычный жесткий диск, то я могу подключить и этот жесткий диск точно таким же образом напрямую. Это самый простой способ работы с SSD, Wi-Fi, My Passport. Вот я сейчас его подключаю. У меня загорелся значок Wi-Fi, значок работы SSD. И вот открылся непосредственно все как обычно. Вот он, My Passport. Он открылся как одна большая флешка. Я хочу просто рассказать о том, что она есть. И если вы работаете с обычным компьютером, с ноутбуком, то проще подключать его вот так, нежели задействовать его Wi-Fi возможности. Потому что скорость все равно будет пониже, а самое главное будет еще и тратиться батареи. Переходим к более интересному использованию данного жесткого диска. Это непосредственно подключение его через Wi-Fi. Я включаю сейчас коробочку. Вот у нас загорается два диода. Инициализация жесткого диска проходит где-то в течение 20-30 секунд. И вот он инициализировался. Опять же, пока используем Windows-планшет, потому что это кроссплатформенный жесткий диск. Вот у меня сейчас отобразилось несколько доступных сетей. Dirtrist – это мой домашний обычный роутер. И есть два подключения Wi-Fi My Passport. Это 2,4 ГГц и 5 ГГц. Я рекомендую подключаться на 5 ГГц, поскольку будет лучше и быстрее скорость. Нужно ввести будет ключ, который написан на коробочке. Итак, вот он подключился. И работать теперь будет следующим образом. Поскольку мы подключились к жесткому диску через Wi-Fi, он у нас не отображается как флешка. То есть его уже нет. И нужно подключаться через интернет. То есть через обычный браузер. HTTP. Здесь ничего нового. И My Passport. Бум. Вот у нас мы перешли в My Passport. Его внутреннюю микропрограмму. Что у нас здесь видно? Что он позволяет сделать? Как вы видите, у него есть собственная микропрограмма, которая я считаю супер-мега-грутая. И любое знакомство с этим жестким диском нужно начинать именно в ней. Потому что здесь можно задавать настройки для работы с ним. А вот давайте я кратко пробегу по тем возможностям, которые он дает. Во-первых, самое главное, этот жесткий диск при подключении к нему через Wi-Fi сам может подключаться к вашей домашней сети Wi-Fi. То есть у вас на компьютере будет интернет и еще подключенный жесткий диск. Профит. Коротенько о том, что у нас есть в программе. Отображается заряд аккумулятора, подключение к сети и ваш жесткий диск в объеме. Ну то есть количество занятой информации, количество свободной информации. Он автоматически всегда сканирует файлы. У него там есть очень умные всякие штуки. Перейдем на следующую вкладку. Это вкладочка Wi-Fi. Вот здесь есть список подключенных устройств. То есть одновременно вы можете подключить еще несколько устройств к данному жесткому диску. Что тоже есть огромный плюс. Здесь у меня сама подключение жесткого диска. My Passport и сети. Доступные сети для привлечения жесткого диска к интернету. Здесь в принципе ничего такого сложного нет. И настраивается все один раз. Потом все происходит в дальнейшем автоматически. Но какой-то уровень знаний все-таки нужен. Да, я согласен. Админ панель. Админ панель. Что из себя представляет админ панель? К большому счету она не нужна. И требуется в очень редких случаях, когда нужно скорее вернуться к заводским настройкам самого жесткого диска. Но тем не менее, тут можно настроить SSH доступ, доступ по FTP к жесткому диску. Я считаю, что в данном случае это не те функции, которые прям уж супер-упер нужны фотографу или видеографу. Но она есть и я вам об этом докладываю. Хотя я лично ей не пользуюсь. Вот название устройства. Я хочу обратить внимание. Его можно изменить и в дальнейшем крайне желательно запомнить. Потому что это понадобится для настройки работы с документами на том же самом iPad. Я потом объясню почему. Оборудование. Тут у нас показывается очень интересная хорошая вкладка. Помимо уровня зарядка, помимо уровня заряда батареи, показывает цену состояния питания. То есть это разряд или заряд. И оптимизация. Что такое оптимизация? Оптимизация это ограничение скорости работы жесткого диска. То есть можно у меня сейчас стоять на производительности. Я всегда ставил на производительность. Я ничего не меняю. Можно еще поставить на экономию питания. Но если мы находимся где-то далеко и работаем в поле. В моем случае я не заметил. При активном использовании жесткого диска такую ситуацию я себя не поймал. Когда, знаете, ты работаешь, у тебя бац, вдруг очень крайне низкий заряд батареи. Тебе срочно нужно где-то искать питание. Нет, такого у меня не было. И слава богу. Вкладка мультимедиа. Это сервис Plex, который позволяет транслировать ваши видео и аудиофайлы на различные девайсы. Я, если честно, не очень сильно заморачивался с этой функцией. Потому что в моем случае она не очень нужна. Поддержка. Поддержка это все, что связано с самим жестким диском. Это диагностика, быстрая проверка, полная проверка. Также здесь еще есть функция обновления микропрограммы. Сразу, когда вы включаете жесткий диск, то я рекомендую зайти в эту функцию и обновить прошивку до последней версии. Зарегистрируете изделие можно вот посредством этой формы. Это как бы активирует вашу трехлетнюю гарантию. То есть помимо гарантии магазина, Western Digital дает три года на гарантии на вот это вот устройство. Еще хочу сказать, что оно выдерживает падение с высоты один метр. Это жесткий диск. Насчет пыли, влага, защищенности я ничего не скажу. Вряд ли, конечно, эти дырки что-либо защищают от чего-либо. И вот эта вот прорезиненная штука, ну это больше для того, чтобы придать ему внешний вид и не царапливать пластик. Кстати говоря, таксильные ощущения очень классные. И в этом плане мне жесткий диск очень нравится. Когда мы еще подключаем флешки, внешние флешки, да, SD карточки, то появится еще пункт по копированию файлов на жесткий диск. Однако, однако, работать здесь с файлами у вас особо не получится. Поэтому подключение Windows и прочих вещей лучше осуществлять посредством прямого шнура. Перейду к задней панели. Что у нас здесь есть? Кнопка включения. Мы ее уже задействовали. Следующий это порт для подключения зарядки и кабелей USB. В комплекте идет вот такой вот шнур, непосредственно наш кабель, он же USB шнур и вилка. Вилка компактная, зарядник хороший, жесткий диск полностью заряжается где-то за 3 часа. И вот эта вот фишка мне очень сейчас нравится, я вам покажу. Я вообще сильно удивился, когда подключил вот обычный жесткий диск, это обычный HDD. Итак, внимание. Зашуршала коробочка-то. Ух! Шпиндель начал крутить. А чудо! Внутреннее питание позволяет работать с обычными жесткими дисками через вот этот вот собственный жесткий диск Wi-Fi. Это я считаю вообще супер мега круто. Вот здесь у нас есть вкладка USB. Посмотрим, что у нас есть. Ага, вот. Ну, как вы видите, моя большая флешка, самая большая флешка, которую только можно себе представить. Она вот появилась. И что я могу с ней сделать? Я могу скопировать информацию. Ну, в данном случае... Давайте нажмем. Ой, идет копирование файлов. Не-не-не-не. 619 гигабайт. Не надо. Все, давайте сейчас пока оставим Windows-систему и перейдем на, например, на Android. Вот у меня есть Android-смартфон. Так, сейчас я сделаю максимальную яркость экран. Для того, чтобы работать на Android-смартфоне, нужно скачать программу MyCloud. MyCloud, это специальная микропрограмма, оно же приложение для работы с Western Digital My Passport. Вот MyCloud. Вот устройство My Passport. Те же самые функции, которые доступны на Windows, при подключении к Windows, они доступны и здесь. То есть, можно осуществлять те же самые настройки. Здесь уже все гораздо интереснее, потому что можно работать уже с файлами. Причем с файлами по воздуху. То есть, можно скачивать файлы, можно закачивать файлы, можно закачивать файлы с Android на жесткий диск, можно закачивать с жесткого диска на Android. Это супер круто. Так, вот я сейчас открываю большую мою папу флешку. Это жесткий диск, вот этот вот, если кто не помнит. И вот, пожалуйста, то есть, я открыл свою большую флешку. Я могу сейчас скопировать любую, абсолютно любую, либо папку, либо файл. Все, что нужно делать, это нажать на кнопочку Download и потом переместить ее на коробочку. То есть, можно работать в коробочке, то же самое, создавать папки. Вот я сейчас перейду на My Passport, именно его файловую систему. Здесь вы видите уже его собственную внутреннюю систему, в которой точно так же можно работать. Да, то есть, я могу... И вот здесь у меня скопированы файлы. Вот, например, вот этот файл откроем. Он его даже попытается проиграть, если мы захотим. Но мне это сейчас не нужно. Вот его меню. Открыть, переименовать, удалить, копировать. То есть, как вы видите, очень гибкий девайс, очень классный. Очень много чего позволяет сделать. Но самое интересное, самое интересное... Сейчас еще будет впереди, подождите. Третья фишка, о которой я хотел вам рассказать, это кнопка копирования SD-карты. Вот у нас здесь SD-слот для карточек microSD. Предположим, у меня вот есть камера вот такая, у меня есть камера вот такая. У меня вообще очень много камер. И в процессе я могу снимать на 3-4 камеры даже иногда. И для того, чтобы потом, вы знаете, как... Ааа, нужно собирать все эти файлы. Ты приезжаешь, мучаешься, начинаешь там... Это забыл, это забыл. В общем, чтобы упростить себе жизнь и сбор файлов у друзей, с других камер, с квадрокоптеров, там, со всего-всего-всего. Эта коробка просто незаменимый кладезь. И она супер. Вот за это я ее люблю просто нереальнейшим образом. Я экономлю свое время, и я экономлю время своих друзей. Извлекаем SD-карточку. При желании, кстати говоря, можно точно так же подключать саму камеру через USB-соединение. Это работает. Но данная функция, она все-таки круче. Извлекаем карточку и вставляем в слот. Сейчас начнется процесс автоматического копирования информации с карты на жесткий диск. Вот, начался мигать голубой огонек. И вот здесь вот еще пошло... Это прогресс бар. Да, что это такое? То есть, это количество оставшейся и перенесенной информации. Ну, в общем, проще говоря, по нему вы можете судить о том, сколько у вас информации скопировано, а сколько осталось скопировать. Здесь стоит сказать о скорости. Копируется все довольно быстро, потому что это SSD-жесткий диск. Скорости запредельные, насколько это позволяет вообще технологии. И в этом плане все мега круто. Мне очень нравится. А несколько слов о данном процессе. За что я его так еще и люблю. В меню жесткого диска, при подключении к нему через микропрограмму или что-то еще, вы можете настроить последовательность скопирования. То есть, как, каким образом будет копироваться ваша информация с флешек. В данном случае я настроил автоматическое копирование. То есть, я вставляю флешку и мне не нужно нажимать на кнопочку сзади, для того, чтобы скопировать всю информацию. Процесс копирования начинается автоматически. И это очень круто. Вот сейчас вы наблюдаете, что вся информация с карточки скопирована. И все. Можно либо отформатировать карточку, либо продолжить пользоваться ей дальше. Я лично продолжаю пользоваться карточками дальше до абсолютно его полного заполнения. И вот почему. Раньше я после извлечения файлов ее форматировал. Для того, чтобы не запутаться относительно того, в какой день какая съемка у меня была. То есть, какие там файлы последние, какие еще что-то. Это было все довольно-таки гиморно. Особенно, когда у тебя не одна камера, а целое их там ведро. Но этот жесткий диск позволяет копировать не только все файлы с вашей карточки, но еще и самые последние. Я вот сейчас покажу, как этот процесс устроен. Включаем iPad, заходим в настройки, подключаемся к My Passport SSD 5 ГГц. Подключились. Так, что можно делать дальше? Можно точно так же зайти в программу My Cloud для того, чтобы поработать жестким диском напрямую. Куда идет скопированная информация? Скопированные информации всегда копируются в SD Card Imports. Это одна папка, одна большая папка. Если вы принесли и скопировали все, там, предположим, у вас было 2 или 3 камеры в один и тот же день, то, как вы видите, идет строгая иерархия по дате. Вот сегодняшнее число, вот сегодняшняя карточка. Ну, единственное, что только она как-то вот именуется совершенно по-дурацки, там, система сама определяет. Вот вся ее иерархия. Все у нас скопировано. В настройках можно задать такой параметр, когда копировать либо всю информацию, либо только новые файлы. То есть, если мы работаем с этой коробкой и уже копировали с этой флешки информацию ранее, то жесткий диск знает, какие файлы уже были скопированы и копировать их не будет. То есть, когда я каждый раз подключаю файл, когда я каждый раз подключаю флешку к жесткому диску, то в новую папку с этот день копируются только свежие файлы. Это супер круто, это супер удобно. Поэтому вот у меня сейчас вот, например, 2 флешки, да, и мне нет нужды думать вообще о том, какие у меня файлы были скопированы до этого, какие после этого. То есть, у меня всегда в папках копируются именно те файлы, которые я снял за этот день. Ну, при учете, что вы, конечно, эту флешку подключали раньше. И это очень круто. Теперь особенности работы с iPad. Если кто-то знает, то в 12 iOS нельзя было подключать флешки напрямую, жесткие диски напрямую. То есть, это такой особенный эппловский костыль, за что его очень и очень айпадоводы не любили. В 13 iOS стало немножечко попроще, но, тем не менее, ее пока у меня нету, поэтому записываю ролик, выпускаю, будем потом ностальгировать, ох, вспоминать. Итак, плюсы работы. Я их уже описывал относительно айпады и видео при работе с LumaFusion в монтажной версии данного ролика. Монтирую видео как Pro на iPad Pro. А еще раз пробегусь по функциям. Здесь у меня вот специальное отображение, интеграция Western Digital, коробки. Есть скачанные файлы и есть непосредственно прямой перенос. Сейчас я возлагал большие надежды на функцию, когда вы знаете, вот сейчас я ее быстро продемонстрирую. Очень я возлагал большие надежды на эту функцию, но мои надежды немножечко не оправдались. Они не такие надежные надежды оказались. Сейчас я объясню почему. Вот предварительно я думал, что можно, знаете, есть такая крутая фишка, вот взять и скопировать не весь файл, а какой-то фрагмент. Ну, предположим, мне нужны вот эти вот 14 секунд. И я думал, что скопируются вот эти вот именно 14 секунд. Но процесс оказался немножечко более дурацкий. То есть, вот я выбрал фрагмент именно 14 секунд. Я тапаю его скачивание. То есть, идет процесс загрузки. Вот он отображается. Но он копирует сперва весь файл. То есть, весь файл копируется сперва на iPad, а затем он обрезается в iPad и уже удаляется кусок ненужный. Да, то есть, действительно копируется фрагмент в 14 секунд вместо минуты там 20, как утром и есть. Но, тем не менее, идет процесс копирования всего файла сперва. Это немножечко меня расстроило. Хотя не сказать, что явилось каким-то там таким супер-мега определяющим фактором. Давайте подведем итоги. Во-первых, спасибо всем тем, кто досмотрел этот ролик до конца. Если он вам понравился, то, пожалуйста, подпишитесь на канал. Для меня сейчас это очень важно, потому что я считаю, что этот год должен стать решающим в моем творчестве, в создании себя как бренда. И этот ролик отчасти является моим же желанием помочь построить вам ваш собственный бренд, по аналогии с моим. Для чего нужен этот жесткий диск, эта коробка? Стоит ли она своих денег? Жалею ли я о чем-либо? Не жалею ли я о чем-либо? А честно скажу, я не жалею о покупке этого жесткого диска. Да, вот у меня сейчас стоит iPhone. Я записываю видео на iPhone. Я могу перекидывать файлы на iPad при помощи AirDrop. Но дело в том, что я не всегда пользуюсь iPhone. Да, я не всегда пользуюсь теми вещами от Apple, которые созданы для Apple. И я пользуюсь всеми вещами, которые не созданы для Apple. Для этого есть вот этот вот My Passport, Westland Digital. Он экономит мне кучу времени. Он стал для меня моим медиа-сервером. Моей единой системой, в которой стекаются абсолютно все файлы, которые у меня есть. С мобильных телефонов, с камер, видеокамер, квадрокоптеров. Все хранится здесь и в структурированной форме. Он позволяет работать с файлами, делать это просто, а самое главное быстро и эффективно. Я очень нереально доволен покупкой. А какие могут быть минусы? Ну, только время покажет. Гарантия на коробочку 3 года. Конечно, здесь встроена аккумуляторная батарея, которая со временем сядет. Сама SSD, он тоже, ну, хоть и надежнее HDD, но тоже бывают всякие глюки. Но пока, тьфу-тьфу, никаких проблем не было. Я еще раз повторю, что я покупкой очень доволен. iPad, интеграция с iPad здесь тоже очень нереально нравится. Ну и ладно, все, закругляемся. Любви вам, вашим близким. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok